Слава Украине! Героям слава! Ну что, друзья мои, нарастают проблемы на российских банках. Я не имею ввиду стеклянные банки трехлитровые, в которые расисты ложат свои закваски и закатки. Хотя закатки они в основном-то и не делают. Они что там, господи? Они там брагу держат в основном. Вот. Но я не эти банки имею ввиду, потому что проблем с бражкой у них нет. Не успела она там закваситься, как они ее выпивают. А речь идет о настоящих банках. Точнее о тех банках, которые когда-то на России были настоящими, а стали кирдеком и вообще пшиком на ровном месте. Такие банки, как Тинькофф, ВТБ, Альфа-Банк, Сбербанк, что там еще? Ростсельхозбанк и так далее. Которые и не банк, потому что это уже не банк, и не трехлитровая банка, потому что с трехлитровой банки толку гораздо больше. Да. Так вот о чем я. Например, Тинькофф. Что он сделал для своих горе-клиентов? Горе-банк для горе-клиентов. Значит, они ввели к примеру, пеню. Это не пеня, нет. Это такая, знаете, они ввели оплату, абонентскую плату за переводы. Или комиссию банка, назовите как угодно. Ну, скажем, комиссию банка. А знаете, какая комиссия? Объясняю. 3% скажите вы. 3% еще по-божески нормально. Много, но терпимо. Ну да, я бы тоже так сказал. Много, но терпимо. Но 3% на не менее 150 долларов с одного перевода. А вот теперь давайте подумаем. Вы переводите там бабушке, вот вам посчастливилось сбежать из России, вы живете в нормальной стране, и вы своей несчастной бабушке, которая осталась своему ворю и стыду жить на России, перевели 500 долларов. Она получит 350. А если вы перевели 200 долларов, она получит 50 долларов. А если вы перевели 140 долларов, то она еще 10 баксов останется должна банку. Вот, вот о чем идет речь. Ну и все остальные банки в том же репертуаре, например, они кричали, что валюта нам, ты, ты, да у нас этой валюты много, да у нас миллиарды, триллионы валюты, а пока что запретили переводы долларовые и евровые между счетами. Вот, то есть вот такие вот моменты. И таким вот, ну я уж молчу за свифт переводы, которые больше этими всеми банками не производятся. То есть мы видим, что, а еще один момент, поймите, смотрите, вот ситуация с каждым днем там, она лучше не становится, она становится хуже, более того, она становится хуже, с перспективой еще становиться хуже. Если в Украине, например, да, у нас что-то не идет, у нас что-то не получается, но при помощи международного сообщества, которое просто все как один нам помогают, мы прекрасно понимаем, что завтра будет лучше. То на России все понимают, что завтра будет хуже. Слава Украине.